С каждым из нас случаются ситуации, когда кто-то досаждает неприятными поступками, которым хочется положить конец. Особенно обидно, когда в силу твоего служебного положения ты не можешь ответить так, как хотелось бы. Тогда остается активировать всю свою изобретательность и на всякий случай заручиться поддержкой руководства. Именно так поступил мужчина-уборщик, над которым школьницы издевались каждый день. Мужчина, работавший в школе уборщиком, ежедневно проводил влажную уборку во всех помещениях, в том числе в женской туалетной комнате. И взрослеющие школьницы не упускали шанса посмеяться над ним. Всякий раз, когда они посещали туалет, они красили губы и целовали зеркало. Девушкам кажется это забавным. Милые поцелуйчики создают необычную атмосферу и треплют нервы уборщику, который вынужден раз за разом отмывать помаду зеркал. Когда нервы мужчины не выдержали, он обратился к директрисе и попросил что-то с этим сделать. Милая женщина в годах тут же среагировала на жалобу и объявила всем девушкам школы, что отныне на зеркалах в туалете не должно быть ни одного поцелуйчика. Школьницы тут же смекнули, что таким образом на них пытается воздействовать уборщик. Но что им могут сделать, если проделка повторится вновь? Правильно, ничего. Все ограничится только замечаниями и беседой с директором, а это совсем не страшно. Поэтому переглядываясь на уроки и ехидно улыбаясь, они красят губы помадой и замышляют новую подлость. Перемена. Школьницы традиционно толпой заходят в туалетную комнату и зацеловывают все зеркала. Вошедший туда уборщик был изумлен наглостью подрастающих девочек. И тогда в его голове созревает хитрый план, который должен не только прекратить это безобразие, но и унизить каждую из хулиганщиц. Мужчина снова приходит к директрисе. Девушки продолжают хихикать. Забавно, взрослый мужчина ничего не может им сделать и просит помощи у руководства. Но к их удивлению, в этот раз они не услышали наставления женщины. Она просто вышла из кабинета вместе с уборщиком и пригласила всех девиц пройти с ними в туалетную комнату. То, что произошло дальше, повергло школьниц в шок. Уборщик взял в руки швабру и обмакнул ее в унитаз, а затем начал ею отмывать зацелованные зеркала. Он смывал поцелучики и рассказывал, как он это делает каждый день. Глаза сразу выдают юных хулиганщиц. Они полны отвращения. Еще бы! А вам приходилось когда-то касаться губами то, что было протерто водой из унитаза. На проказивших девушек также выдают их рты. Они невольно открываются от увиденного. Все в шоке. Зато уборщику эта картина отмщения явно по душе. Теперь он победил школьный беспредел и может спокойно продолжать работу. А девушке вряд ли еще раз решаться над ним пошутить. Уж слишком дорога расплата. Вот так хитро уборщик проучил хулиганок. Естественно, он никогда раньше так не делал. А согласовал план с директрисой, которая с удовольствием его поддержала. Эта история давно гуляет на просторах интернета. Не знаю, была ли она в реальности. Но она является очень хорошим уроком. Запомни, никогда не стоит издеваться над человеком, кем бы они ни работали. Ведь все работы важны. И они никак не характеризуют личных качеств человека. На сегодня у меня все. Обязательно поделитесь видео, если вам было интересно. А также ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях. Пока!